Здравствуйте! Мы начинаем нашу программу и сегодня у нас в гостях журналист Кирилл Наботов. Здравствуйте! Здравствуйте! Журналист, телеведущий, общественный деятель. Правильно представил? А как вы обычно себя представляете? Я себя представляю неловимый Джо, которого никто не ловит, потому что он никому не нужен. На самом деле это, мне кажется, не так. Нет, нет, я себя никак не представляю. Как хотите, короче говоря. Но много приходится давать интервью в последнее время, после отъезда из России? Приходится давать интервью много. Но это другие интервью? Вообще давание интервью не очень моя профессия, честно говоря. Поэтому я как-то специально к этому никогда не стремился. и другие этой интервью нет, не знаю. Но даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну много, потому что ты все время что-то должен, ты себя всем видишь. То здесь, то здесь, то здесь, то здесь. Мне уже говорят, заткнись уже, сколько ты можешь разговаривать. Но неудобно, когда звонят ребята, коллеги же все-таки все говорят. Я не случайно начал с этого вопроса, потому что я помню, что Александр Генец, писатель, он говорил, я в свое время уехал из Советского Союза для того, чтобы писать на русском языке. А Дмитрий Орешкин, который у нас регулярно выступает, он сказал, я уехал из России в том числе и потому, чтобы иметь возможность свободно разговаривать. Что касается свободного разговора Дмитрия Борисовича, как один из самых мудрейших людей, которых я когда-либо знал, абсолютно прав. Потому что, конечно, говорить о свободе какого-то самовыражения, о свободе точки зрения, о том, что можешь спокойно высказываться, и это будет восприниматься как твоя точка зрения, в современной России невозможно. Просто элементарно, в современной России это невозможно. Если только ты не вылизываешь власть, которая тебе еще и платит за это, то говорить хоть что-то кому-то, это сопряжено с разными большими неприятностями. Ты можешь идти на риск, ты рискуешь, пожалуйста, но ты никогда не знаешь, что будет в ответ. Потому что нет никакой логики. Кого-то хватают, кого-то вольняют. Лия Хиджакова не дают играть. Кого-то, я не знаю, назначают иноагентом, уже утратив или потеряв всякий смысл этого термина. Просто врагом народа фактически. И поэтому настроение, в котором там пребывают люди и коллеги... Ну, это было постепенно, вот когда вы стали чувствовать, что вот эта вода закипает? Если мы приведем в качестве аналогии лягушку, которую постоянно повышали градусы, она сварилась. Вот было это ощущение, что варили как-то постепенно? Или все резко произошло? Я могу сказать честно совершенно, что для меня это ощущение, для нашей семьи, это ощущение появилось в 2008 году. Грузия? Да, и сегодня понятно, что какие-то вещи отрабатывались на этом полигоне под названием Грузия, Осетия. Я имею в виду подходы в действиях со стороны российских властей, так обобщенно говоря. И постепенно, просто когда ты профессиональный человек, ты находишься в области медиа, ты постоянно следишь за тем, что происходит. Ты следишь даже за градусом дискуссий, которые ведутся, ну я не знаю, вы встречаетесь там в доме журналистов попить кофе или в коридорах телестудии с коллегами. Любой разговор даже не эфирный, вы понимаете сразу, что про это больше нельзя, этого не пускают, про это мы не говорим. А вот тут позвонили условно из Кремля, из Смольного, просили про Гнас сказать вот это. Вот список блокированных фамилий. Это же появилось не 24 февраля 2022 года, это постепенно, постепенно нарастало. Более того, могу сказать, что уже на первом сроке президентства Путина уже, например, блоки на конкретные фамилии, уже некие неформальные списки заблокированных людей для приглашения в эфиры федеральных каналов уже были. То есть получается, что Путин приходит к власти и сразу появляются эти списки? Нет, я его сроку не держал, не знаю, когда появились эти списки конкретно. Просто мне интересно, это он или это его окружение? Кто формировал эту систему? Это все вместе. Я не думаю, что тогдашний молодой президент Путин, который был очень популярен на первом этапе, что он сидел ночами со своими лакеями и, значит, нет, давай этого, этого я вычеркиваю. А вот давай ты этого вставь, нет, вот того не надо, тот, я не знаю, там, кто-то на меня криво посмотрел, нет, вот этого вписываю. Вряд ли, это же не так происходит. Но есть общее движение мыслей, общая подача и общая тональность, которая течет с самого верха вниз по этажам, и, соответственно, этажи уже интерпретируют ее по-своему. Тем более, что там опытные люди, которые управляют медиа при Путине, там Громов, например, тот же самый, там, руководители его администрации и т.д. и т.п. Это постепенно, постепенно, постепенно. Плюс ко всему, в самом начале своего правления, как известно, Путин одной рукой, он как бы разрушал НТВ, с другой рукой он усиливал главный свой ресурс на тот момент, это Всероссийская государственная телерадиокомпания, потому что НТВ как бы компания акционерная, первый канал компания акционерная, понятно, что это первый канал, там, государство акционер, но там были всякие люди, там, Березовский и т.д. А госкомпания Россия, она из трех больших компаний, первая была самая зачуханная, самая бедная всегда в России, бедная, сколько я работал как независимый продюсер со всеми, большими каналами, и приглашенный ведущий, и продюсер, я имел сравнить, сколько можно было, какой гонорар тебе предлагали, или контракт, скажем, там, НТВ, который был самым щедрым, и там Россия, которая была, фу, госкомпания, второй канал. И вот он назначил туда Олега Добродеева, большого интеллектуала и одного из создателей НТВ, того легендарного российского НТВ, и Олег Добродеев с тех пор, очень редко появляясь в публичном пространстве, сколько уже, 23 года? Ну, они создали этот монстр спрут. А как это происходит с людьми? Ну, то есть, как люди делают свой выбор? Вот не пытались это проанализировать, почему вы уезжаете из России, чтобы говорить то, что вы считаете необходимым, а кто-то остается и подстраивается, и люди, которые ассоциируются с программой Мотадор, или там, со старым НТВ, они сейчас в этой системе, они теперь создают совершенно другие. И как это происходит, я не знаю, каждый для себя отвечает на свои вопросы сам. Но вы не пытались это проанализировать? Ну, что я буду, звоните и спрашивать, там, как ты мог, или там, Добродееву, как ты мог? Нет, я не буду. У вас не было разговора с сэрстом и Добродеевым после начала войны? Нет. Я не отношусь к категории друзей Добродеева, я вообще забыл, когда мы последний раз виделись, потому что повода никакого не было. Я много лет не имел отношения никакого к российским каналам, я имею в виду каналам холдинга ВГТРК, так называемого. Сэрстом мы виделись в последний раз на выпуске программы «Познер», и это было 21 февраля 2022 года. Это был тот день, когда в Москве происходил этот спектакль под названием «Совет безопасности». И бедный Нарышкин играл главную роль. Бедным Нарышкиным играли главную роль. Я не знаю, зачем, просто унизили человека публично, и всем рассказал, что сейчас будет в прямом эфире. И начинается довольно постыдный спектакль, когда выходит Путин и говорит «Я пригласил вас обсудить, выслушать ваше мнение». И там все сидят, значит, они все сидят, как дрессированные левята на тумбочках в цирке, поджав коленки, и ждут, когда хозяин пригласит выступать, и клясться в верности, в правильности курса. И это было анонсировано как прямое эфирное, и потом подавалось даже как прямое эфирное, хотя любой человек в сознании видел, что там были монтажные склейки, и была видна нога уходящего человека, который никак не удалось отрезать в монтаже. По-моему, это была нога генпрокурора, которому, видимо… Человека похожего на генпрокурора. Нога похожая на ногу генпрокурора была, значит, видимо, прокурор что-то сообщал, что не подлежало эфиру публичному, но это тоже смешно, когда Совет Безопасности стоит в присутствии телеоператоров, режиссеров, звукорежиссеров и десятков других людей, которые делают телеэфир и недокущены до гостайны. А Совет Безопасности – это государственная тайна, тем более в этот момент. Ну, народу сказали это прямое эфирное. И вот это было 21 числа, и я как раз был в гостях у Познера как гость его программы, потому что накануне закончилась Олимпиада в Пекине, зимние Олимпийские игры. Сегодня уже забыли, что год назад была Олимпиада зимняя. Просто она никому сразу стала не нужна. И сначала девочки, сотрудницы Познера, потом он сам звонил и говорит, ну, приходи, обсудим, потому что я не ездил на эту Олимпиаду. Давай по горячим следам, ты здесь, в Москве будешь, там, подъезжай. Ну, вот я подъехал, и мы как раз сидели уже перед началом эфира. Это дело происходит днем, потому что программа идет, точнее говоря, шла. Потому что на мне она закончилась. На Дальний Восток. На мне она закончилась. Я оказался последним чуваком, который попал в эфир. Могильщик программы. Хотя, на самом деле, это не моя заслуга и не мой грех. Короче говоря, она идет три часа дня за счет разницы в часовых поясах. Вечером, в полночь она попадает по тому времени во Владивостоке в эфир, прямой эфир. Параллельно запись, которая уже там в полночь или после полуночи по московскому времени эфирится на европейскую часть России. Соответственно, в три часа мы как бы были в прямом эфире, действительно. Ну, и вот тогда там как раз подошел Костя, и они там коротко поговорили. Мы поздоровались. Здорово, привет. И все. Потом он ушел, мне Познер сказал, нас могут прервать, если что. Потому что могут быть экстренные сообщения. Как раз в этот момент происходил этот Совет Безопасности. Но вы после... Но нас никто не прервал, мы отэфирились. И ушли, не поговорили. Просто после этого Познер замолчал. После этого Познер не... Вы знаете, мне не очень нравится употребление фразы слова «замолчал», потому что он... После этого он нигде публично не высказывался впрямую против всего того кошмара, который начался на Украине или в Украине. Вот. Нигде не высказывался публично ни за, ни против. Но замолчал, что он вообще что-то не разговаривает. У меня есть общий знакомый с Познером, который в частных разговорах мне говорит, что значит, он высказывается вполне конкретно, без большого восторга о том, что происходит. Но в публичном поле, да, он не выступает. Не вы первые, кто спрашивает меня, что ты думаешь о Познере, что ты думаешь, как ты считаешь, что он продался властям или он не продался властям и так далее. Но вот тогда, отвечая на предыдущий вопрос про Эрнса, мы виделись с ним последний раз, но перед эфиром особенно поводов разговаривать не было. Тем более, что он заскочил и убежал по своим делам, а напряженное наверняка было время. Мы отэфилились и все. Ну, когда вы участвовали в создании российского телевидения, когда Константин Эрнс участвовал в создании... Ну, я сейчас немного утрирую, но, скажем, принимали участие в этих процессах. Все-таки была некая такая история про мечту или не было? Или это может быть некая идеализация тех журналистов, которых вот мое поколение знает еще как раз? Идеализируйте нас. Прошу вас, идеализируйте еще. Нет, ну как, я формировался тоже во многом. Восторгайтесь громче, пожалуйста. Да, Сорокина, Набутов, Путербонер и так далее. Невзоров, ну что вы, Молчанов, Володя Молчанов. Да и после полуноча. Мой любимый друг. Но, вот это же была как раз история про то, про свободу в каком-то смысле. Да, возможно, она была ограничена несовершенной и так далее. Но когда ты смотришь на те выпуски, кажется, что вот тогда, как говорил, была мечта. Нет? Или мне кажется... Она была, только она была немножко даже раньше, чем то время, про которое вы заговорили. Была мечта, был воздух свободы, пьянящий. Это вторая половина 80-х годов. Перестройка. Когда программа «Взгляд» появляется. Молчанов первый. До и после полуноча. Молчанов первый. Вот сейчас только что был юбилей. Нет, юбилей был в прошлом году. Это был 87-й год, значит, уже сколько было? 35 лет, как вышел Володя Молчанов в 87-м году. По-моему, в марте. Вот буквально вот сейчас или конец февраля я его поздравлял. И понеслось. Вот как бы краны открыли. И этот, я помню, этот воздух весны. Реально. Потому что вдруг все увидели, что можно говорить разное. Можно придумывать. Понятно, что мы тогда не понимали, мы не могли понять, что, грубо говоря, во властях наступила жуткая растерянность. Потому что никто не понимал. Вроде бы перестройка, гласность назрела. Горбачев тут же стал страшно популярен. Вот масштаб популярности раннего Горбачева. Первых двух лет, пока не начались проблемы, стали нарастать проблемы с экономикой. С другой стороны, проблемы там криминалитета. Плюс внутри более-менее явное, разное противодействие аппаратчиков. Огромная армия, которая была партийных, советских, профсоюзных всяких. Аппаратчиков, которые видели, что они теряют. Вот Горбачев двух первых лет. Его популярность и отношение к нему народа, я долго думал, может ли быть сравнимо с каким-то другим таким примером. Я могу сказать, что это популярность Зеленского. То есть 90%. Да. Это Горбачев доперестроечный. Это Горбачев перестроечный. Горбачев, который объявил перестройку, произошло это сразу после того, как он возглавил партию в 85-м году весной. Произошло это после того, как он в мае месяце перед открытием, перед юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, значит, поехал в Ленинград на открытие памятника. Новый памятник поставлен, был построен, стоит монумент на площади Восстания у Московского вокзала, монумент с защитником Ленинграда. Было торжественное его открытие. Приехал Горбачев, и произошел знаменитый этот эпизод, когда площадь огромная, в центре стоит памятник. Представим себе Милду, стоящую в центре Риги, но только площадь вокруг, ну скажем там, в три раза больше. Она полностью очищена от народа. Народ стоит вдали, вдоль стен домов. Торжественная часть заканчивается. На площадь выезжают лимузины для Горбачева и его там сопровождающих. И он мимо этого лимузина идет по пустой площади. За ним бежит, почти бежит начальник охраны, значит, с портфелем. И через пустую площадь Горбачев идет и входит прямо в толпу людей. Она вот так стоит, там жалкие какие-то отдельные милиционеры. Еще ОМОНа в стране не было. Никаких СОБРов, ОМОНов, ничего этого вообще не было. И стоят там узи, ваки, я не знаю, там пенсионерки, горожане, туристы. И вдруг к ним подходит как бы новый хозяин страны, который говорит без бумажки, у него не выпадает челюсть. И он начинает разговаривать совершенно нормальным языком. Я видел этот прямой эфир. Я обалдел просто. И когда ему кто-то сказал, женщины, будьте ближе к народу, он сказал, ближе уже, там метра полтора. Он купил всех сразу. Я не думаю, что он специально думал покупать. И это был незаряженный вопрос, конечно. Просто кто-то из людей, уже никто этого не ожидал. Это сейчас подставные люди вокруг Путина находятся. Матери мобилизованных, матери героев. Я не знаю, кто еще. Эти самые рыбаки, продавщица мороженого. Та же самая, которая потом бывая рыбаком. И сейчас фуфлыга вся эта. Тогда это было в натуре. И вот тут полыхнуло. Это было как будто поднесли к фитилю огонь. И это все понеслось. И его слава просто возросла мгновенно. И он, ну, о горбе все это. Весь влюбленный в него международный весь истеблишмент. Вся мировая политика. Потом была встреча с Рейганом, который еще недавно говорил, что Советский Союз империя зла. Рейкьявик и так далее. Там еще перед Рейкьявиком было большое осложнение. Было сильное осложнение, связанное с тем, что погибла атомная суперподводная лодка Ка-219 в Саргасовом море. Нашпигованная ракетами. И американцы были рядом. Там было... Это было близко к Рейкьявику. По времени. А это серьезный международный такой... Не то чтобы инцидент. Она не была в территориальных водах. И все. Тем не менее, понятно, что большой атомный ракетоносный крейсер находится в существенной близи от Соединенных Штатов. Терпит бедствие. В итоге там была даже опасность, что американцы, которые были рядом, попытаются атаковать лодку. Она была уже обездвижена. На ней находилась только аварийная партия. А потом вообще остался только Игорь Британов, командир. Один. Он написал книгу, потом я читал ее. Да, и я знаю его. И... Там рядом стояли наши суда, но рядом были и американцы. Летал Орион, разведывательный самолет. Есть даже видео. И была опасность, что спецназ американским может платить документы, захватить, допустим, что-то еще. Был такой момент напряжения. И это как раз рейкьевское время. Примерно. Перед. Такой... Тучка такая пробежала. Ну, в общем, все было хорошо. И Рейган, Горбачев, и... Ура, ура, и, значит, вдруг страна повернулась другим лицом, мир увидел. Ну, это нормальные люди. Я... Сейчас я раздумываю над тем, кто по популярности, по такой взрывной популярности, может быть сопоставим с тогдашней популярностью Горбачева. Не нахожу другого. А Борис Ельцин? Нет. Когда броневик... Нет, это совсем другое. Когда... Это совсем другое дело. Нет, все-таки, вот когда страна... В какой-то момент был действительно порыв страны, что, вау, мы разворачиваемся просто к новой жизни на ходу. Вот реально вождь. И поэтому я сейчас, когда смотрю, естественно, там за всеми событиями, что происходит там. В Украине. Я, естественно, задумываюсь о том, как будет дальше развиваться политическая биография Зеленского, потому что он сегодня один из... Он сегодня один из властителей Дум в мире. Но Горбачев же не удержал. Так вот, я про это думаю, как будет развиваться дальше... Как будет развиваться дальше политическая биография Зеленского. Потому что, если послушать разные эфиры, допустим, украинских медиа, в интернете этого довольно много, то вы сразу начинаете понимать, что да, во внешнем поле, безусловно, да, Украина есть Зеленский, а внутри там продолжаются бури на уровне отношений групп, олигархов, больших финансовых корпораций и так далее, по интересам. И уровень коррупции никуда не девается. То есть он, может, ниже, конечно, сейчас, но все равно. И все же помнят, что до начала украинской катастрофы, до вторжения России, рейтинг Зеленского был весьма невелик. Невелик. Там что-то 20, что ли, 25 процентов, по прикидкам, да, по опросам нам. А сейчас там 90. Но поскольку спросили о Горбачеве, то да, вот это вот вторая половина 80-х годов. Супер. И вдруг открыли краны, потек свежий воздух, и все, кого вы назвали, там, Молчанов, Взгляд, 600 секунд, ну, там, мы, там, Саддаму, Явлоку, ну, тут много народу. В общем, ребята, которые потом стали известны, они все возникли тогда. Вот мне интересно, почему... Есть еще один маленький момент. Давайте. Мы могли делать все, что хочешь, за государственные деньги. Это был такой период странный, когда можно было делать все, что хочешь. Власть ослабела, причем в Питере это чувствовалось даже лучше, чем в Москве. В Москве еще какие-то сохранялись такие, оковы идеологические. Слабели быстро, но тем не менее сохранялись. А в Питере вообще свобода. Это пятое колесо, это 600 секунд, Куркина, Невзоров. Куркова была. Куркова, простите. Она только что ушла из жизни, ее похоронили полтора, меньше, полтора месяца назад. И ее-то я вообще знаю очень хорошо. Она дружила с моими родителями. Ну, суть не в этом. Просто-напросто это рвануло, и можно было делать все. Зарплату тебе все равно платили, маленькую, но мы получали гарантированно. Технику давали. Сегодня вы знаете, что для того, чтобы поставить вот этот штатив, этот фотик, этот фонарь, этот комп, вам нужно где-то взять на это деньги. И вы сами их должны искать. Либо вам даст ваш хозяин, если вы на кого-то работаете. У нас нет хозяина. Если у вас нет хозяина, у нас есть ютуб, который хорошо монетизируется. Если у вас нет хозяина, то вы должны заработать, или взять у жены, или пойти ограбить инкассатора, взять кредит в банке, потом расплатиться своей головой. А тогда мы об этом не задумывались. Нам положено, это было все в рамках государственного телевидения, нам положено на одну передачу три выезда камеры. Вот, получи три выезда камеры. И в этом смысле уникальная вещь, когда еще не было власти денег, но была власть свободы. Тогда же и Познер появился, я прошу прощения, ровно в это время. Но Познер, это все-таки его... 86-й. Мосты. Тогда, ну это 86-й. Да, да. Это же та же самая перестройка. Американцы предложили. Познер до этого было никому неизвестие, но до 50 лет просидел за радиомикрофоном в редакции иностранного вещания в Москве. У него родной английский, все понятно там. Его знали те 3,5 или 3,5 тысячи американцев, которые слушали советскую пропаганду. Он был ее рупором для Америки. Ну и знали все люди из спецслужб и всех остальных американских, поскольку они это сканировали. И потом, когда было предложение сделать эти мат или мост, то фигура Познера появилась как человека, во-первых, солидного. Я ему доверяю. Он взрослый уже был. Во-вторых, у него родной английский. Или американский английский. Блестящий совершенно. Он вообще по духу американцев. Он любит Америку. Всегда мечтал поехать в Америку. Его же не выпускали из-за границы десертки. Да, он написал в своей книге «Прощание с людьми», как он возвращался в Нью-Йорк. Это очень трогательно. Ну да, его же не выпускали просто. Он по самоучителю учил русский язык, когда его привезли в возрасте старшеклассника. И вдруг он побах. Это 1986 год, когда ленинградская женщина, врач, произнесла фразу «В Советском Союзе секса нет» и вошла в историю. Хотя никто не слушает, что там было дальше. Она имела в виду населительность. Ну естественно. Так или иначе, эта фраза, это мем эпохи. Это женщине тяжело было. Ее нашли потом. Она рассказывала, что ее потом, конечно, затравили. Ну конечно, а как же. Хотя Познер, кстати, мне кажется, в одном интервью тоже говорил, что он не очень корректно поступил. Все стали смеяться, и он уже не дал ей договорить. Она имела в виду, что на телевидении. Когда прямой эфир, большая студия, надо управлять студией. Здесь бывает, жертвуешь чем-то, конечно, или кем-то. Но это все было одно время. А потом начался быстрый капитализм. Вы лучше меня знаете, как развивался капитализм, свободный рынок. Владислав Листьев в этом контексте вспоминается. Быстрый капитализм, его, скажем так. Это уже Влада убили в 1995 году. Но это уже дикий капитализм. Это уже дикий капитализм. Это уже первые, начало 90-х годов. Это уже, да, уже конец Савдепи и начало России. Когда, в том числе, откровенный криминал полез в телевидение. В первую очередь, конечно, его интересовали денежные потоки, рекламные. Откровенные совершенно. Бандиты, я помню, я по останке найду, и напротив, навстречу просто человек с пистолетом в руках. Заходил. Ну, какой-то по коридору хрен какой-то идет с пистолетом в руках. И вот так по-хозяйски. С настоящим пистолетом. Это было, это было, не скажу, что это было нормой жизни, но тем не менее, это была реальность. И, конечно, бандитов интересовали, или коммерсантов, которые были близки с бандитами. Авторитетных коммерсантов. В том числе и такие. Их интересовали в первую очередь деньги, а во вторую, в перспективе, конечно, власти над эфиром, потому что, может быть, потом они полезли в политику, и депутаты сами, или своих стали двигать, и в сенаторы, и так далее. В 90-е годы уже были по-другому. И убийство Листьева это в любом случае трагедия, которая имела экономическую подкладку. Вы знаете, кто? Вы послушаете, я же прокурор. Нет, но сейчас очень много приходится слышать о том, что те, кто в среде, прекрасно знают, кто за этим стоит. Я не спрашиваю про фамилию. Я могу сказать обтекаемо, что я знаю все версии, основные рабочие версии, мне, конечно, известно. И я предполагаю, что они имеют много оснований быть правдивыми. Ну, как вы узнали о смерти Листьева, кстати? И что это стало для вас? Мы сидели дома, и мне позвонил наш директор программы Адамово Яблоко, Саша Матвеева, она где-то услышала, или кто-то ей позвонил из Москвы. На следующий день у нас в гостях в Адамово Яблоке был, может, какой-то другой программ, был Юра Рост, знаменитый. Фотограф. Он шел, он аист-фотограф, мой старший друг, товарищ. И он как раз приезжал из Москвы на съемку, и мы как раз обсуждали в эфире то, что произошло. Подробностей никаких не было, ничего не знали, как это все случилось. Вот. Это уже будет позднее. Это уже 95-й год начала. Это как раз совпало, и эта трагедия совпала с началом Чеченской первой войны. Я не случайно задаю эти вопросы, потому что вот я был недавно в «Живом гвозде», и Антон Орех спросил, а когда была раздавлена бабочка, и была ли раздавлена бабочка. Вот на ваш взгляд, все-таки в России была раздавлена бабочка. Я не знаю, что это значит. Ну, по Брэдбери, раздавили бабочку, изменили все. То есть были ли какие-то моменты, когда эта бабочка... Молодежь уморная, образованные люди, если чувствуешь себя полным идиотом. Можно было не раздавить ее, думаю, что нельзя. То есть это закономерно, то, что сейчас? То есть вот мы проходим такой маршрут с конец 80-х, 90-х, вот этот воздух свободы. Я был ребенком, я только застал перестройку в 7-летнем возрасте, хотя это мои первые воспоминания. Я не был ребенком, но тоже ничего не понимал. Никто ничего не понимал, что происходит. Но было же это ощущение. Я помню, что было это ощущение того, что куда-то все в правильном направлении идет. Совершенно верно. Тем более, что было ощущение, что в неправильном мы уже далеко ушли, потому что жратва уже исчезала везде. Я, прошу прощения, специально выяснял. В Риге, в столице республики с очень хорошо исторически развитым сельским хозяйством, с молочным мясным производством, ну просто продукты, латышские подругты или латвийские продукты, как бы, не вызывали никакого сомнения по качеству. Уже здесь не было, уже в Риге не было жратвы в магазинах. Уже в Таллине тоже не было, не говоря уже о каких-то там городах восточной Москвы. Уже люди просто в миллионных городах Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, люди просто забывали. Дети не знали, как выглядят бананы. Ну, банан, он дешевый очень. Я помню, кстати, как бананы принесли домой, это был праздник. Вот видите? Это конец 80-х. Ну вот, я же не вру. В Риге, вообще, которая находится в Европе и тут порт рядом, привезти пароход бананов из Сальвадора и Эквадора, это не так дорого стоит и накормить всех детей Латвии, и не только Латвии, там, на месяц вперед. Ну что, вопрос бананы еще кого-нибудь удивляет? Это вырастало поколение людей, которые не знали, что такое бананы, которые видели мандарины, может, на Новый год. А на нас они видели только во вьетнамских консервах, нарезанных кусочками в соку, в баночках, и то, если повезет. Я тоже, кстати, помню. Со страшной силой. Если бы со жратвой было хорошо, если бы большевики могли, если бы экономическая система могла разумно работать, но она не могла, просто физически не могла, если бы было нормально со жратвой и, условно говоря, с какими-то бытовыми потребностями, ну, слушайте, в 70-е годы девчонки-студентки отдавались иностранным студентам за пару джинсов, и это считалось большой успех. Я не шучу, что джинсы стали символом поколения, символом счастья, свободного мира, капитализма и вообще всего. Но считается ли, что Советский Союз, одна из причин того, что он развалился, это того, что не было джинсов, не было жвачки, не было тех вещей, которые ассоциируются в западе? Одна из базовых причин, меня никто не переубедит. Это потребление. Одна из базовых причин того, что Советский Союз, когда начал разваливаться, народ так активно радовался, народ ничего не понимая, не зная, что происходит на рынке нефти, мы что, знали что-то про рынок нефти, что ли? Почему, понимали, что такое хедж-фонды, или я не знаю, ну что еще, я сейчас-то не понимаю, по большому счету, но так или иначе, ну, мы тогда вообще ничего не знали, жизнь, свободная экономика, недавно ушел из жизни выдающийся советский спортсмен и один из национальных героев Эстонии Юрий Тармак, Юрий Адович Тармак, я его неплохо знал в ленинградский период его жизни, он сын известного спортсмена эстонского, приехал учиться в Ленинград на экономическом факультете университета, том же, который заканчивал шахматист Анатолий Карп, который заканчивала моя жена, и защитил диссертацию, остался там преподавать, при этом он занимался легкой атлетикой и стал на всякий случай олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту в Мюнхене в 1972 году, и это был последний чемпион, извините, отвлекся, который прыгал стилем перекидной, замечательный, скромнейший человек, такой сдержанный, настоящий эстоний, с очень воспитанной вежливостью, он был доцентом Ленинградского университета, он остался жить в Ленинграде, у него была Надя, его супруга, русская, и он жил в Ленинграде, и вот когда началась свобода, кооператива и так далее, вот это все началось деятельность, я его как-то случайно встретил на соревнованиях, он говорит, познакомься, это мои студенты, а теперь это мои коллеги, мне очень приятно, Вася, Петя, здрасте, там, Кирилл, я вот сейчас, мы сейчас какую-то брокерскую компанию организуем, брокерская компания, какая, тем более Юра Тармак, он велик сам по себе, как спортсмен экстракласса, какая ему нахрен еще брокерская компания, он экономист был, я вот, а что это такое, он говорит, ну я тебе, давай отдельно сядем, я расскажу, у меня же все-таки диссертация была по этому поводу, а какая была у тебя диссертация, я на всю жизнь забыл, экспорт капитала, мне можно сказать там, синхропозатрон, можно сказать, ну все что угодно, экспорт капитала, это звуки для меня, для большинства людей тоже, никто не знал про экономику, ничего, и все думали, что сейчас появятся джинсы, жвачка, ананас, а другом, это уже высшее, частные автомобили, это уже был недостижим, уже об этом не думали, вот холодильник, ЗИЛ, например, джинсы, жвачка, ананас, счастье, и если бы система, те, кто ее управлял, старперы, сидевшие наверху, малообразованные люди, оставшиеся там, в своей сталинской юности, они догадались, дать людям джинсы, жвачку, ананас, холодильник, то я уверен, что настроение народа было бы совсем другим, не было бы вот этой критической массы недовольства и усталости, потому что, во-первых, все изуверились, все не верили в то, что несется из телевизоров, все смеялись над несчастным Брежневым, но он же не был виноват, что у него был порез, что у него был инсульт, что он еле-еле шевел челюсть. Его не отпускали, кстати. Он не сам не рвался отпускаться никуда. Ну, есть данные, что он хотел, но его не давали ему, когда была битва между, там, Мишин, Андропов, кто там еще? Мишин это кто? Это московский обком, по-моему. Нет, Гришин. 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 сегодня мы наблюдаем человеческую слабость, вот, к этой власти, к ее атрибутам, наблюдаем в Путине, только немножко по-другому, с поправкой на прошедшие, там, 30-40 лет. Ну, что Брежневу дали маршала Советского Союза, дали уже герой социалистического труда у него был, ему дали героя Советского Союза. У него там звезды, да, много звезды. У него там уже пиджак ломился от этого дела, И в очередной, значит, кто-то ему кто вручал, я не знаю, кто надевал там орден Черненко или кто-то еще, и сказал ему, ты только не уходи, Леонид, или ты только правь, Леонид, ну что такое, ты оставайся, главное, на своем месте, а уж мы как-нибудь тут все устроим. Ты только будь, как замковый камень системы, но народ-то видел, что это уже анекдот, потому что количество анекдотов про Брежнева расскажут во всей стране, дорогие советские друзья, наша легкая промышленность идет на говно, на говногу с тяжелой промышленностью, это рассказывали от детских садов все, народ изуверился, они все поняли, что это фуфлыга все, жратвы нет. А та, которая была, стремительно исчезает, там, условно говоря, читать то, что ты хочешь, не можешь, потому что книги в дефиците, книги в дефиците. Это я тоже помню. То есть духовная пища в дефиците, а за кое-какую духовную пищу тебе может прилететь, если ты сам издат начнешь там искать, там, Солженицына где-то за границей привезут, сам издат, духовная пища в дефиците и физическая пища в дефиците. — Ну а Путин сегодня, вот когда, на ваш взгляд, произойдет то, что произошло с Брежневым и восприятием Брежнева, когда народ перестанет в это верить? — Ну, произошли гораздо более худшие вещи, чем произошли с Брежневым. — Мне кажется, что в Путина поверили. Я ошибаюсь? — В Путина поверили. Более того, в Путина продолжают верить. И в том числе потому, что ребята, которые сегодня держат руку на пульсе общественных настроений, управляют Россией. Они... Среди них есть подлецы, есть мерзавцы, есть безусловные циники. Все. Есть воры, конечно, но нет идиотов. — Идиотов нет? — Может быть, есть те, кто немножко двинулся головой от собственного величия, от собственной безнаковиданности в том, что они сверх, но идиотов нет. — И в том числе ребята, которые могут анализировать прошлое. И все они помнят, как народ гоготал над полуживым Брежневым. И к чему это привело? — Тогдашняя пропаганда, ну назовем это пресса, советская пресса, она была тупой, лобовой и крайне неэффективной, потому что на словах одно, а в жизни было другое. Не случайно говорили, что у меня холодильник полон продуктов, а я вставил его в радиопровод, в радиоточку. Потому что по радио и по телевизору говорили, что все хорошо, холодильники были пустые. Вся Россия, именно Россия, прибалтийские страны жили получше, а вся Россия ездила за жратвой в Москву. Колбасные электрички, это не я придумал. Если бы реальность соответствовала красивым словам советского телевидения и радио, то система прожила бы еще очень долго. А получилось вот что. Слава Горбачева стала меркнуть, во-первых, когда произошел съезд народных депутатов, когда как бы уже избранная элита более-менее демократически стала нести все подряд. Когда был первый съезд народных депутатов в 1989 году, трансляции шли в прямом эфире. Народ весь сидел у телевизора. Это называлось бешенством правды матки. Потому что народ нес все там. И по всем вопросам. Параллельно начали пропадать продукты совсем. Я помню, как пропал сахар. Я помню, как пропал стиральный порошок. Срочно завозили из какого-то Ирана какие-то стиральные порошки. Стало нарастать вот это все дело. Экономика пошла в разнос. Доллар в этот момент, в смысле, нефть в этот момент резко упала. По-моему, 6 долларов баррель стоил. Ну, то есть, как бы. Да, да. Соответственно, приток денег-то откуда? Валюта, да. Россия была до революции крупнейшим в мире экспортером зерна. До революции той, ну, 17. При Совке Советский Союз стал крупнейшим в мире импортером зерна. Да, и попытки Хрущева целинные земли освоить. Это да, 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 да. В итоге ни к чему не привело. И кукуруза. И с тех пор, с хрущевского времени, уже всегда закупали зерно. Может быть, с позднего хрущевского времени, да, наверное. После целины был, в первый год, по-моему, был подъем. Два-три года начало. А потом все закончилось. Короче говоря, там экономика пошла в разнос. И она не могла выдержать. Советская экономика просто не могла выдержать. А российская экономика получилась так, что с одной стороны пришел молодой, простой, он действительно, в общем, всегда держался очень просто, такой спортивный, трезвый. После Ельцина срабатывался. Трезвый. Такой свой парень. Был бач такой обаятельный. Но прошло уже 20 лет. Послушайте, но в этот момент начался дикий рост цен на природные ресурсы. Нефть стала подниматься. Так нет, дело все в том, что народу стали предлагаться коврижки. Вот те самые джинсы, что там еще, ананасы, жвачки, холодильники, автомобили. Жизнь, богатые годы, пучные годы. Жирные годы. И люди сегодня, я знаю, полно народу, там, пенсионеры говорят, не, я всегда буду за Путина. Я при нем, я жил при нем так, как не жил никогда. Я всю жизнь прожил там в Сабдепе и потом в России. Так хорошо, как при Путине, я не жил и не жила никогда. Но при этом Путин говорит, что развал Советского Союза, геополитическая катастрофа, вообще продвигает идею величия Советского Союза. Конечно, он просто играет, он играет просто на... И он продает этому электорату эту историю. Ну, сегодня этот электорат уже настолько его любит, что им можно продать там мертвую крысу жареную, и он схавает. Но он же сейчас разрушает все. Экономику разрушает. Кто вам это сказал-то? Нет? Сместе, что ли? Нет вот этой истории. Да вы только скажите дорогим россиянам в массе, что Путин что-то там разрушает. Да Путину фашисты просто не дают нормально... Просто фашисты не дают жить в нашей стране. То есть холодильник не победит телевизор в этой истории? Нет. Обыватель всегда мыслит холодильником. Память обывателя, это память аквариумной рыбки, которая длится 15 секунд. Он не помнит, что было год назад. Он не помнит, что было 5 лет назад, тем более. Он знает, что он не жил так хорошо никогда, как живет или жил при Путине. Для него Путин молодой, потому что когда Путин стал президентом, обывателю, условно говоря, было 50. Сейчас Путину прошло 23 года, а обывателю 73. И эта большая часть жизни, третьего жизни, она прошла при Путине. То, что нефть там с 6 или со скольки, я не знаю, 15 долларов поднялась до 150, и газ, и это все текло. Текло золото, текло бриллианты, все остальное. Конечно, оно текло в карманы приближенных, бандитов, больших коммерсантов, банкиров и так далее. Но доставалось народу. Всего автомобиль Киа, автомобиль Хундай, автомобиль Мундай. Это все заводы поставлены в России, все стали пересаживаться. Идите, Питер, Москва. Там что, остались хоть автомобили Жигули какие-нибудь? Нет, наверное. Ну, наверное, что-то есть, я не знаю. Ну, я вас умоляю, но только для этого в качестве кинореквизита. Вот и все. Джинсы есть, да, ананасы есть, завались. Все хорошо. За границу можно поехать? Можно. А что я там не видел? Да я языков не знаю. Что там буду делать-то? У меня здесь все есть, и хорошо. То есть, среднестатистическому россиянину, я понимаю, что это обобщение, но, тем не менее, комфортно сейчас, спустя год войны в России? Да, среднестатистическому россиянину гораздо менее комфортно, потому что среднестатистический россиянин ходит в магазин и в аптеку. И особенно путинский электорат, путинская база, ну, как в любой стране, в любой политике, старшие, знаете это лучше мне, старшее поколение – это выборщики. Это не пижоны столичные, которые умнее всех на свете и на выборы не ходят. Старшее поколение, оно ходит в магазин за жратвой и в аптеку. И вот сейчас, конечно, настроения меняются, не очень быстро, но они меняются, потому что в аптеке исчезают дорогие иностранные препараты. Для массового потребителя дорогие препараты – это часто недоступная штука, но теперь дорожают дженерики, в том числе дженерики российского производства. Про которые тоже не очень еще понятно, какого они качества. Плюс ко всему дорожает жратва. Правительство надо, я не знаю, можно ли в данном случае отдавать должное, поскольку оно работает фактически на продолжение творящейся катастрофы, но оно эффективно. Там есть много хороших профессионалов в экономическом блоке Путина, и Путин очень ловко маневрирует между силовыми ребятами всеми, значит, с пушками и погонами на плечах и так далее, и либерально думающими экономистами. Потому что, по большому счету, там та же Набиулина, как президент Центробанка многолетней, не была бы эффективна, не была бы на этом кресле до сих пор. И финансисты, и Силуанов, и не Силуанов, я уж не знаю там всех. Они все-таки, как струйки, как те самые, между струек дождя просачиваясь, они все-таки удерживают экономику на каком-то плаву. И пускай там продукты дорожают, но все-таки невзрывоопасно, невзрывоопасно, лекарств становится меньше, лекарства дорожают, но все-таки пока народ, который никогда особенно не шиковал, он терпит, он привык терпеть. Кабаки полны, рестораны полны, особенно в столицах. В столицах вся военная эта катастрофа чувствуется меньше, в том числе потому, что и призывников там меньше. Призывали-то в основном специально из провинции. Чтобы не подоражить крупные граждане. Это Латвия маленькая страна, в Елгаве можно крикнуть громко, и в Энспилсе будет слышно. А Россия, как мы понимаем, поэтому что там происходит, кого-то призвали в Бурятии или в Хабаровске и убили на фронте и вернули туда гробами, в Москве, в Ленинграде, в Петербурге, извините, это где-то. Я сегодня только что разговаривал, там рестораны полны. Для вас вот эта история про рестораны, вам не больно от этого? От чего? От того, что полны рестораны? Полны рестораны? А то, что, грубо говоря, ваша история, ваш отъезд, ваши переживания, они в общем не резонируют со многими людьми, которые... И, ну, это очень такая оценочная штука, хороший человек, плохой человек, но тем не менее, нормальными людьми, средний класс, с образованием, которые, окей, где-то идет война, хорошо, но это не наша война. Я просто читал недавно пост, его многие сейчас в фейсбуке как раз репостили, именно по причине того, что вот была группа людей, встреча, там, не знаю, на дне рождения, и вот говорили, там, айтишники, финансисты, они такие, ну, окей, ну, как-то жили, и там у них нехорошо. Ну, люди свыклись, привыкли, окей, мы подстроимся под эти реалии. Война, ну и война, бог с ней. Вот как вы, у вас это не ранится? Что, кому-то нравится война? Она даже не нравится, то, что она недооценена во многом, может быть, теми, кто внутри России сегодня. Те, кто в эмиграции... Да, неважно, на самом деле, кто где находится, внутри России или снаружи России, потому что... Просто есть люди, которые говорят, ну, ладно, это не какая-то радикальная электоральная база Путина, это обычные нормальные люди, которые просто как-то к этому адаптируются. Еще раз повторю, что, на самом деле, неважно, где находятся там люди, потому что, скажем, в той же Латвии и в той же Риге я слышал заявления про путинские, от жителей Латвии, гораздо более громкие про путинские заявления, чем в России. И в Германии такое слышал. И знаю, среди своих знакомых, живущих в Америке, где очень много путинцев. Много. Потому что люди понимают дело так, что родная страна должна быть великой. Тогда мы чувствуем себя лучше, мы жители, граждане великой страны, хотя они не живут в России. Они, может быть, выросли, родились и выросли в Латвии, где большое русское комьюнити, но они знают, о них русский язык родной, они смотрят даже нелегально российские телеканалы, не мне вам рассказывают, что есть полно этого дела. Там есть их газеты, и они говорят, да мы ощущаем себя русскими вот сейчас, потому что Россия сильная, наконец-то она себя поставила и заставила себя уважать. Заставил. Путин молодец. До этого там, где пьяный Ельцин, который танцевал там где-то, напился, глупости говорил, коммуняга бывший. А вот этот, то, что Путин тоже, в общем, бывший коммуняга, по большому счету, только... Словик системы. Нет, он просто еще не был на высшем уровне, да и вообще он занимался другим делом, был в КГБ, но КГБ это часть, КГБ и партия, это две головы одного орла, большевистского, большевистского такого орла. Ну вот, при нем, ну и там, да, ну и там, да, конечно, от людских перестанут обижать везде, все перестанут, тут их латыши обижают, там американцы, тут немцы, там евреи, все обижают. Путин заставил делать так, чтобы теперь всех русских уважали. И это слышится повсюду в мире. В России все очень просто. Чем ниже образовательный уровень, интеллектуальный уровень какой-то группы или сообщества, чем ниже, тем больше людей однозначно в чем-то уверенных. Это касается не только поддержки Путина. Чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Слушай, чем меньше я знаю, тем больше я уверен. Соответственно, люди, мало чего зная, мало чего понимая, кроме аптека, магазин, джинсы, холодильник, чем люди проще смотрят на вещи, тем больше они поддерживают власть и не склонны анализировать. Почему, что, чего. Чем люди по горизонтальной линейке ближе к технарям, тем больше будет людей, поддерживающих власть. Чем ближе они по этой линейке к гуманитариям, тем процент поддержки будет ниже. Но в целом, если, то пока процент поддержки Путина большой. У меня нет готовых цифр. И я думаю, что их не может быть ни у кого, потому что в современных условиях провести независимый, действительно независимый, полноценный, серьезный опрос, социологическое исследование просто невозможно. Огромный процент людей будут либо врать, либо ухранить от ответа, либо давать ответы, которые они предполагают задавателю, приятно слышать. И реально, если реально, я даже не могу сказать сколько, но я думаю, что все равно выше половины, выше 50% будет за, но процент этот будет снижаться постепенно, в том числе потому, что сейчас растет недовольство среди всех, кто занимает силовую позицию, среди силовиков, среди тех, пускай гражданских, которые за силовиков, которые мы за сильную красную армию, хотя она уже давно не красная, непонятно какого цвета, мы за победу, растет недовольство Путина, почему он до сих пор не раздавил эту фашистскую гадину под названием Киев, или там Зеленский, или там украинский нацизм, Бандеровский. Что он вообще? Что он слабак, что ли? Я перестаю его обжать. Он же давно уже должен разобраться, он же обещал, там за неделю мы сейчас там все, и поехали в Крым шашлык жарить. Но это его, как вы считаете, вот игла Кощеева, она в чем? В том, что он не смог, вот это может и его все-таки похоронить? Политически, экономически, социально, может быть даже физически, я не знаю. Но всех нас в общем хоронят те, кто приходит на похороны и доносит наш грудь на могилы. Это так можно вычислять следующего, кто прием. Ну, вроде бы Сенека говорил императору Нерону, что ты можешь убить всех, кто вокруг, но никогда не убьешь своего преемника. По-моему, Сенека сказал. Но сейчас в эфирах всех подряд Ютубов, это, по-моему, главный вопрос, значит, каким будет конец Путина, значит, как закончится его правление, или как закончится его жизнь, и, значит, будет ли государственный переворот, и под каким соусом это произойдет, там, смена власти и так далее. Мне глубоко уверен, что сейчас нет никаких оснований полагать, что произойдет государственный переворот в ближайшее время. Но потому что это никаких признаков. Потому что если будут признаки, то что же за государственный переворот? Ну, я слышал, кстати, одну из версий. Что за дураки, которые его готовят, если есть признаки? Что преемником может стать совершенно неожиданный кандидат, и этот кандидат может быть женщина, это может быть его дочь, это может быть Алина Кабаева, кстати, о спорте, которая тоже считает, что не надо ее недооценивать как фигуру политического. Ну, я бы так сказал. Если бы кто-нибудь недавно мне сказал, что это такое, я бы сказал, что это бредятина, не смысл на нее тратить время. Сегодня, поскольку уже слишком много разной другой бредятины, то есть сам факт того, что творится в Украине, это бред в это. Поверить полтора года назад было невозможно, что это может быть. Но тем не менее, это стало реальностью, и сотни тысяч погибших, это реальность в центре Европы. Поэтому сейчас же может быть любой бред. Но если серьезно, то я думаю, что вопрос следующего, высшего руководителя России будет лишаться не на горизонтали между дочерью Путина и Кабаевой, в каких бы она отношениях с ним ни была. Это личное дело взрослых людей. Любовники, они муж, жена, никто. Меня не касается это абсолютно. Взрослые люди. Но я думаю, что вопрос о власти будет решаться. немножко по-другому. И прямого перевода в монархическое наследование трона не произойдет. В завершении нашего эфира, нашего разговора, хотел вас спросить. Вопрос я задаю многим нашим гостям, которые вынуждены были уехать из России. Планируете вернуться? Это вообще не имеет никакого значения, потому что я не знаю, что будет со всеми нами завтра. Я вот могу сказать честно, что горизонт планирования сократился, можно сказать про горизонт, сусился, не знаю, приблизился, как угодно. То есть я не задумываюсь о том, что будет, стараюсь не задумываться о том, что будет, скажем, там через три месяца или через полгода. Я задумываюсь о том, что будет, если я случайно помру, там сердце остановится, или попаду под машину, или что-то еще, то есть как мои будут жить дальше. Это да. Но вот такие вот вещи глобальные стараюсь не думать об этом, потому что у меня мало информации, а происходить может все, что угодно. Можно ли исключить, что Европа не будет погружена в атомную войну? Исключить. Можем ли мы знать, куда все повернется в случае, я не знаю, там быстрого и тотального успеха одной из сторон? Я, скажем так, дипломатично отвечу. Неизвестно. Что будет с экономикой? Поэтому вопрос о такой теме вопрос даже себе не задаю сейчас. Надо жить, надо держать себя в руках, надо работать, потом, понимаете, когда ты станешься постарше, ты не ставишь себе задач, вот я обязательно сейчас заработаю еще денег и куплю новый автомобиль. Вот я хочу купить вот эту марку. Вот у меня цель. Я сейчас там возьму кредит, вот я сейчас здесь вот этот контракт подпишу, еще заработаю пять тысяч, а здесь десять, и потом и буду сядь, и сядь на этот автомобиль. Да хрен бы с ним. Я и на трамваи поеду, или на чем угодно, на такси поеду, ну не знаю, на велосипеде. Или куплю обязательно, хочу себе купить бриони, или там, я не знаю, канали, или что-нибудь. Да пошел, я купил себя за рубашечку и пошел. Потребности другие. То есть, цели зарабатывать специальные деньги для каких-то кайфов своих у меня нет. Вот и все. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Кстати, всех приглашаем подписаться на канал Кирилла Набутова в Ютубе. Можете, кстати, пригласить наших зрителей. Большое спасибо. Если подпишетесь, нам всем, кто его делает, наш маленький канал, будет приятно. Он называется Набутовы. Там мы выкладываем разные исторические наши старые вещи, которые делались в свободной России, в смысле, в годы, те годы, когда свободное слово в России еще существовало. И всякие комментарии на злобу дня и горячие темы. И плюс ко всему, еще в Телеграме у нас тоже есть канал, где более живое общение, там масса всяких чатов, срача много. Все по-живому. И все по-живому. Да, все по-живому, по-живому. В общем, приходите, подписывайтесь. Спасибо. Ссылку мы дадим в описании к этому видео. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok